В Магнитогорске есть три комбината. Магнитогорский металлургический комбинат, ну, понятное дело, сталь и зарплата 25 тысячам металлургов. Все остальное это аутсорсинг и получат ли они деньги, это только если хорошо поработают. Очень хороший Магнитогорский молочный комбинат, я ему делаю сейчас фильм, посвященный 80-летию, очень нравится, новое производство. Но есть еще и Магнитогорский комбинат бытового обслуживания, который тоже делает небольшую революцию. Методом снижения, тотального снижения цен. То есть, если, допустим, раньше стирка одной вещи стоила, ну, приблизительно, там, 70 рублей, то сейчас она стоит 30 рублей. Мало того, для пенсионеров комбинат бытового обслуживания делает еще большие уступки. А для ветеранов Великой Отечественной войны стирает вообще бесплатно. И теперь комбинат бытового обслуживания размножается, в смысле, плодится делением. То есть, Ленина-131 для тех, кто живет в районе гостинки. Ну, и вот тот новый куст, новые дома. Кивасяна-11, это для тех, кто живет в том месте, которое я бы местом такое не назвал бы. То есть, раньше, там, где вот метр стоит, мы ракеты запускали. Было это в далеком, в 84-м и 85-м году. Но сегодня и сейчас здесь расположились новые дома. И здесь, на Тивасяна-2 располагается лучшая клиника для домашних животных, которой заведует Лена Зеленова. И вот прямо напротив этого дома здесь есть Тивасяна-11. То есть, не надо куда-то искать, труда заканчивается или начинается, не помню. И вот здесь вот. Что же здесь мы делаем? Мы здесь экономим деньги. Экономим деньги, экономим ваше время. Потому что ничего более ценного, чем времени-то и нету. Это начинаешь понимать с возрастом. Когда любимый свободный час ты посвящаешь гранью с молодым человечком. Теперь и вы это можете делать. И даже по интернету. То есть, набрав КБО «Дружба» обыкновенными русскими буквами, точкой РФ, вы заходите на страничку, где вам делают услуги на дому. То есть, из дома прямо забирают все, чего вы не можете постирать. А может быть, стирать-то дома и не надо, когда есть комбинат бытового обслуживания. Сфера услуг в городе Магнитогорске в действительности находится в зачаточном состоянии. Но нам же нужно не только торговлей наслаждаться. Взять, к примеру, обычные трудовые будни или выходные. Тот, кто ездит на своей машине, понимает, что каждый день он на этом транспорте теряет 2 часа минимум. 2 часа из жизни, в которой, извините, должен быть порядок. Сливать все это на оставшиеся выходные, значит похоронить их. Комбинат бытового обслуживания решает часть проблем. Допустим, это стирка. Автоматическая стиральная машина, конечно же, хороша. Но цикл стирки в экономичном режиме это 45 минут. И опять же, проблема с загрузкой. То есть, опять вы похоронили выходной. Один звонок или запрос на сайте, и вы получили выходной. Ну а про то, что понадобится скоро. Одежда зимняя. Мы выбрали грамотные пуховики, но и они не вечны, так же, как и шубы. Боюсь, время, когда мы будем жить богато, наступит не в нашей жизни и придется экономить. Лично сам этим занимает последние 4 года и в качестве жизни как-то не потерял. И даже шубе жены из цельной норки более 10 лет. Но видом она лучше, чем новая. Ваш пуховик и очистят, и отремонтируют. И все тоже с шубой. И мы как-то забыли в погоде за ламинатом и линолеумом про ковры. А зря. 90% новых домов на первых этажах требуют их по умолчанию. А ковры на стенах в 90% новых квартир защитят от храпа соседей или сдергивания унитаза с квартиры напротив. И если где-то в загаршнике бабушкин ковер, то почистят и он пригодится. Естественно, самому его не притащить. И опять же, сервис. И лучше с бабушкой. Тогда на 30% дешевле. Но нет желания звонить, то фирменные точки располагаются более чем удобно. Взять, к примеру, эту на Тивосяна 11. И, кстати, не только я деньги делаю из воздуха. Подушка это, по сути, воздух. Нормальная, перьевая. Та, на которой спала ваша бабушка, и вы вырастали. Выкидывать такую, дурдом. И та же трата денег на ветер. Чистка возвращает булую невесомость, а еще и наперник в подарок. И мы тут немного дальше отошли от анонсирования нового приемного пункта. Еще и по той причине, что деятельность комбината бытового обслуживания в действительности широка. И распределяется в десятках направлений. А это десятки возможностей вам экономить деньги. Если вы немножко дружили с математикой, то должны понять, что ваших возможностей эти деньги экономить оказывается сотни. В нашей жизни есть такие вещи, которые нам, в принципе-то, и не нужны. Взять, к примеру, стиральные машины. Ну, как-то мы в Советском Союзе без стиралок-то жили и жили нормально. Мягко говоря, без стиралок живет еще и большая часть очень хорошо развитого мира. Потому что не надо захламлять. Когда нормальные люди относятся в прачечную. Ну, посмотрите, все американские фирмы, где люди знакомятся-то. Да и в рекламе тоже. В прачечную, естественно. Стоят большие стиральные машины, и вы не жрете электричество, не расходуете драгоценную воду. Потому что там все это грамотное. Естественно, такие вещи, как пуховики, вы дома тоже не постираете. Вы их испортите. Необходимые в срочном времени пуховые одеяла, это тоже не для стиральной машины. А подушки? А ковры? Естественно, для этого есть комбинат бытового обслуживания, который располагается в том числе и здесь, на Тевосяна 11. Вот телефончики видите, да? Вот. Дружба 33 и Ленина 131. При этом цены комбинат бытового обслуживания настолько держит низкими, что это приводит в некоторую ярость конкурентам. Ну, конкуренты, хватит дать город Магнитогорск. Нам же все-таки надо жить в условиях жесткой экономии, а иначе счастья-то и не видать. А мы будем жить вместе с комбинатом бытового обслуживания. И он нас будет облагораживать, давать товары и электроинструменты на прокат и делать еще очень много полезных вещей.